Кабинет врача-офтальмолога редко пустует. Взрослые каждый день приводят детей на прием, заподозрив неладное или для того, чтобы проверить, не ухудшилось ли зрение и подходят ли ребенку приобретенные очки. Десятиклассник Марк пришел на прием к врачу-офтальмологу проверить качество зрения, потому как в силу возраста и увлечения он проводит за компьютером огромное количество времени. Зрение, наверное, ухудшилось, потому что была неправильная яркость. Света тогда, когда я сидел в компьютере, не попадало на глаза свет, был неправильный радиус того, как я смотрю. Основной рекомендацией для профилактики снижения зрения у детей является соблюдение гигиены рабочего места школьника. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка. Рабочее место располагаться у окна и быть достаточно освещенным. На осмотре, которое нужно проводить как минимум раз в год, проверяют зрение тщательно, с использованием различных методов и технологий. Как отметил врач, пристально следить за качеством зрения ребенка необходимо у учеников 2-3 классов, а также у детей-подростков 10-11 классов. Именно в этом возрасте зрение ухудшается чаще всего, если оставить проблему без внимания и не исправить ситуацию вовремя. Можно заметить, что ребенок стал щуриться, или там с доски плохо начал списывать, сделает ошибки, это частый такой колокольчик. Ну, только поэтому. Может еще он не видит, ну, спрашивает нам мамы, что написано на витрине, такое еще бывает. Там не вижу номер автобуса, это еще может быть. Там просто людей начинают переставать узнавать, и поэтому на это можно обратить внимание. Если говорить о практических рекомендациях, то врачи-фтальмолог советуют проводить меньше времени за телефоном или компьютером, пить витамины, гулять на свежем воздухе. Важна посадка, это зрительный режим. Самое важное, потому что дети делают уроки, занимаются подготовкой. Мы рекомендуем не нагружать черновиками, если это дети младшего возраста, школьники. Самые первые, они там просто в этих черновиках. Ну и, как бы это ни банально звучало, еще ограничить все мелкие детали. Например, девочки, это живопись, ну, вот рисуют, они вырисовывают прям кропотливо, что это какую-то мелочь, и чаще всего у них повезает в близорукость. Мальчики летят на лего. Значительную часть дня ребенок проводит в школе. Это место, где он приобретает не только полезные знания, но и правильные привычки, одной из которых является гимнастика для глаз. Блюдая за учебной деятельностью ребят, приходишь к выводу о том, что здоровье ребенка прежде всего. И вся учебная программа должна быть построена так, чтобы, обучаясь и получая знания в школе, ребята выходили из школы не только с багажом знаний, но и с крепким здоровьем. Поэтому мы стараемся работу в школе в учебное время построить таким образом, чтобы нагрузка на глаза была как можно меньше. Вот для этого в нашем классе, и не только в нашем классе, во всей школе проводятся физкультные нотки для глаз. Для профилактики нарушения зрения необходимо придерживаться золотого правила 40 минут зрительной работы и 20 гимнастики для глаз. Эти упражнения расслабят мышцы, не дадут развиться зрительной усталости, а также помогут сохранить ваше зрение. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания ВУК-ТВ.